Привет, я Гриша, это магазин Попади в Десятку. Сегодня посмотрим на турецкий Хацан, модель АТ-4410 в дереве. До этого у нас уже была такая же модель, только в пластике. Интернет-магазин Попади в Десятку. По своей компоновке это карабин, имеющий длину в 1085 мм. Ствол, резервуар, ствольная коробка, выполненная из ударопрочного металла. Ложе, пистолетную рукоять и приклад из древесины ореха. Ствол здесь нарезной, вывешенный, скреплен восьмеркой с резервуаром. Длина его составляет 450 мм. На конце имеется надульник, который можно снять и установить саундмодератор. Под стволом расположен резервуар сжатого воздуха, который вмещает в себя 180 кубических сантиметров, что не совсем много, но в пределах 3 джоули сможет дать примерно около 40 выстрелов. Заправляется резервуар с помощью насоса или компрессора. Происходит это через резьбовой штуцер, идущий в комплекте. Он вставляется в заправочный порт и происходит закачка. Максимальное давление 250 бар, но оптимальное где-то 150, что, собственно, и показывает нам манометр, разделенный на три цвета. В нем отслеживается давление. Здесь прямоточная система, поэтому поддержание давления важно для сохранения мощности выстрела. К слову, если вам, например, необходимо стравить винтовку, то в комплекте идет очень удобное устройство как раз для стравливания баллона. Как заявляют производители, этот боец способен разгонять пулю аж до 325 метров в секунду. Неплохо, да? Однако, стоит помнить, что поставляется она ослабленной до 3 джоули, где скорость полета пули будет примерно такова. Но можно приобрести дополнительную конструктивную деталь. Идем дальше. На ствольной коробке установлена прицельная планка Viver на 22 мм и ласточкин хвост на 11 мм, что позволяет устанавливать дополнительную оптику, которая в комплекте не идет, зато идет мушка и цели, которые еще, к слову, и настраиваются. Мушку можно отрегулировать по вертикали, а цели как по вертикали, так и по горизонтали. Здесь же устанавливается магазин. Коих идет два в комплекте, они барабанного типа. Сам магазин металлический и рассчитан на 9 спинцовых пуль калибра 6,35. Чтобы установить магазин, необходимо отвести взвод до щелчка, установить магазин носиком пули по направлению к стволу, затем зафиксировать магазин фиксатором и только затем отправить пулю затвором внутрь. И прежде чем выстрелить, нужно нажать на предохранитель. Да, много всего, но если приноровиться, делается это довольно-таки быстро, а главное, что это для безопасности. Рукоять. Она тут пистолетного типа, ничего особенного, удобная. Имеет специальные нарезы для фиксации руки, прихватя. А на цевье, как у модели с пластиковой ложи, нарезов нет, как и дополнительные планки вивера, но имеется крепление для ремня. Оно же есть и под прикладом. Сам же приклад, как и ложа из дерева, имеет прорезиненный тыльник, который служит для улучшенного сцепления с плечом. Его можно отрегулировать по высоте. Деревянный подчетчик настройки не имеет. Собственно, все рассказал. Эта версия чуть подороже версии с пластиком. Она не имеет планки на цевье, у нее нет настройки подчечника, но зато это дерево, это классика, это эстетично. Это по-прежнему хорошая винтовка, особенно за свои деньги. А это, между прочим, напоминаю, бюджетный класс. Весит она, кстати, 3,6 килограмма. На 100 грамм легче пластиковой версии. Винтовка мощная, компактная, подойдет для обучения детям, для приобретения первых навыков стрельбы в смысле. Им будет с ней удобно и комфортно, потому что она легкая, и она не особо большая, не такая и не особо маленькая, но будет вполне комфортно, просто потому что она эргономична и весит немного. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте. Сделать это очень просто. Нужно перейти в описание, кликнуть по ссылочке и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. А на этом, собственно, все. С тебя, как всегда, лайк, подписка, комментарий, колокольчик, дизлайк, если что-то не понравилось, и обязательно комментарий. Почему не понравилось? Ну, потому что я хочу понимать, что же я делаю не так и где я ошибаюсь. А я частенько ошибаюсь, бывают какие-то ляпы, но вы мне помогаете с этим работать. Ну, а ты, как всегда, стреляй в свое удовольствие, но не попади в закон.